Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. В прошлых выпусках мы с вами рассуждали о том, как человеку прийти в храм, остаться в семье церковной, прикоснуться к радости общения с Богом за богослужением. Но человек, когда находит свой путь к храму и становится постоянным прихожанином церкви, начинает молиться дома, порой сталкивается с непониманием людей, которые находятся рядом с ним, с мужем, с непониманием мужа или жены, с непониманием близких родственников или друзей. И тогда у христианина возникает вопрос, а как мне себя вести в этой ситуации? Как мне найти общий язык с людьми, которые не понимают, почему я хожу в храм, почему я молюсь, почему для меня это важно? Порой, может быть, даже как-то это высмеивают. И разобраться в том, как себя христианину вести со своими ближними, со своими домашними в такой ситуации, сегодня нам поможет разобраться настоятель храма в честь воскресения Христова, села Воскресенка, отец Максим Портнов. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Максим, подскажите, как христианину реагировать вот на такие выпады со стороны близких людей, когда они порой не то что даже, может быть, высказывают какое-то недовольство тем, что человек ходит в храм, молится, а порой даже категорически запрещают это делать. Как нам, христианам, на это реагировать? Проявить смирение, кротость, терпение? Или же наоборот, поставить за собственную веру и как-то, может быть, даже что-то ответить? Ну вот в Евангелии есть такое выражение, что враги человеку домашнее его. И действительно получается так, что иногда наши родные и близкие не могут принять тот выбор, который человек уже сделал. То есть ты уже переступил порог храма, ты уже начал быть прихожанином, а не захожанином, то есть совсем редко ходить. И человек стал меняться. И его ритм жизни, его какие-то взгляды, они начинают меняться настолько кардинально, что родные и близкие начинают просто бить тревогу, что случилось с моим человеком, мужем, ребенком, женой, мамой, братом и так далее, что он сам на себя не похож. И в первую очередь человек начинает думать, что что-то случилось, что-то я не понимаю, а возможно даже что-то случилось опасное. То есть человек начинает считать, что его близкий попал в какую-то зависимость, тоталитарную секту и так далее. И, кстати, я похвалю таких родственников. Это говорит о том, что для вас ближний — это тот, о ком вы заботитесь, о ком вы переживаете. И самое главное — вы увидели ту разницу, которую человек имеет там спустя какое-то количество времени после того, как он начал ходить в храм. И это здорово. Это говорит о том, что вы прислушиваетесь и умеете сравнивать. Потому что беда многих семей, как раз когда человек уже и прическу поменял, уже и мышцы нарастил, или уже давно беременный, а родные и близкие его не замечают. Это хуже. Поэтому порадоваться, что у тебя такие родственники, которые следят за тобой и смотрят, это первое, что должен сделать такой христианин. Второе — это задаться вопросом, что конкретно моих родственников напрягает. Чаще всего отсутствие диалога внутри семьи. Когда человек просто начинает с утра вставать и идти в храм, воскресенье сначала, а потом еще и где-то в будни. Когда человек просто начинает отказываться от каких-то предметов или какой-то пищи и так далее, не объясняя своей позиции. То есть отсутствие объяснения приводит к тому, что в семье начинаются конфликты. Все-таки семья — это союз, где люди друг с другом должны вести диалог, и все вместе принимать какие-то решения. Но если мы говорим о том, что со стороны христианина было все озвучено, было все объяснено, но все равно его родные не принимают его взгляды, его принципы, то тут нужно сделать два разных действия. Первое действие — ты должен остаться в семье. И в этом плане кардинальные решения недопустимы для церкви, что как раз обычно бывает в тоталитарных сектах. То есть мы не пытаемся отгородить человека от его близких. Я зачитаю слова апостола Павла. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть мы не имеем права отрекаться от наших родных и близких, даже если они проявляют иногда даже агрессию в адрес нас. Второй момент — нужно найти компромисс. Обычно я предлагаю следующую модель, когда человек договаривается со своим родным и близким о том, что вот смотри, вот сегодня, завтра, послезавтра я с тобой, я в семье, я с детьми, я, значит, там занимаюсь домашними делами и так далее. Но вот в этот день, воскресенье, на три часа я уйду, я буду в храме. Потом я приду, и если надо куда-то поехать, мы поедем, если надо с кем-то встретиться, мы встретимся и так далее. В большинстве случаев это работает очень хорошо. То есть вот этот компромисс, когда твой близкий, например, заболел, у тебя сейчас лежит ребенок с температурой, а тебе нужно идти в храм. Но на самом деле тут даже не должен стоять вопрос выбора. Выбор очевиден. Вот твой ближний, который сейчас нуждается. Поэтому ни о каком храме даже речи быть не может. Если это не говорится, а люди, которые где-то служат, и от них очень много зависит в храме, там тогда надо уже решать с настоятелем, со священником, где как возможно найти, и, может быть, замену и так далее. Когда мы говорим о том, что совсем категорично, то есть совсем не пускает, то тогда нужно задаться вопросом уже конкретно со священником, который в этом храме. И здесь возможны разные варианты. То есть когда человек дома изучает священное писание, когда он для себя смотрит какие-то онлайн-трансляции, курсы и так далее. И совсем-совсем изредка раз в месяц, может, и того реже, посещает богослужение, дабы не уходить в конфронтацию с родными. И вот тут нужно сделать следующую ремарку. Очень часто сами вот эти новоначальные или те, которые уже давно даже в храме, виноваты в конфликтных ситуациях. Иногда источником проблемы является непосредственно сам христианин. Он начинает навязывать свою точку зрения другим. Ты с этими людьми еще там полгода назад сидел на лавочке семечки грыз и пиво пил. А сегодня ты им начинаешь рассказывать о том, что так действовать нельзя. Но ты изменился, а они нет. И в этом плане очень важно понять, что лучшая проповедь о Христе и о Церкви это твои собственные изменения. Когда ты сам начинаешь вести правильный образ жизни, когда ты отказываешься от каких-то греховных действий, и люди, видя лучшие в тебе изменения, начинают задаваться вопросом, о, слушай, а я же его знаю, я же его помню. Может, баламут там был, тот еще. А тут смотри-ка, изменился, исправился, и одет хорошо там, и говорит хорошо. А что же с ним случилось? И человек начинает интересоваться и узнает, что я стал православным христианином. Слушай, здорово, молодец, это круто. А потом к тебе начинают приходить с вопросом. Слушай, а то у меня там то-то, тот, а вот у меня там это и это, а посоветуй. А дальше человек говорит, слушай, а вот я тоже хочу переступить пароохром, но я боюсь. А пойдем со мной вместе. И начинается вот это уже движение. То есть, твои собственные изменения становятся самым лучшим показателем для твоих родных и близких. Почтяйте жития святых, когда были тайные христианки или христиане от своих мужей и жен. И в итоге, видя их изменения, они сами приходили к вере. Поэтому, наверное, все-таки нужно посмотреть на себя в первую очередь, а потом уже думать о том, что мои родные и близкие могут быть неправы. Ну, это такой добрый, идеальный вариант развития событий, когда люди посмотрели, поохали, о, какой хороший, я вот хочу узнать, почему ты так поменялся, и пойти твоим путем. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что не всегда люди желают меняться, и близкие в том числе, и вместо того, чтобы, может быть, со временем как-то понять человека, приобщиться к его вере, к его ценностям, люди начинают вместо этого, может быть, даже насмехаться или оскорблять. Вот как христианину тогда вести себя в таких ситуациях, когда вроде бы это его друзья, там, близкие, которых он любит и отношениями с которыми сильно дорожит. Но при этом он видит, что они относятся с неуважением к его вере, может быть, даже высказывается как-то враждебно. Как христианину в таких случаях себя вести? То есть как-то вот прекращать эти разговоры, как-то вставать вот на защиту веры таким крестонарным, становиться или проявить смирение, промолчать, потерпеть или, может быть, просто прекратить вообще всякое общение, как вот себя вести. Если человек не хочет меняться, но наоборот только вот с другой стороны провоцирует. Да, мы выяснили, что и христианин бывает своими действиями себя, в отношении себя провоцирует других людей. А как делать, когда наоборот тебя провоцируют другие люди и не очень хорошо отзываются о твоих убеждениях? Да, такое бывает, к сожалению. И это иногда не только дома. Это могут быть и коллеги на работе, это могут быть твои друзья, это могут быть, условно говоря, твои соседи. Мы с тобой, как люди, служащие в деревне, в селе, наверняка ты тоже слышал такое выражение «Я в храм не пойду, меня там все знают». Вот, то есть это имеет место быть. Очень, очень часто. Да. В городе это не так, значит, и храмов больше, и людей больше, а вот для села это прям проблема. Так, подождите, вы же встречаетесь и в ДК, вы встречаетесь и в больнице, и в школе, и ваши дети ходят на один кружок, но там вы не боитесь встретиться у одного стоматолога, вот, а здесь почему-то вы боитесь осуждения со стороны тех же людей. То есть это вот как-то странно. Ну, что касаемо вот прям совсем противления со стороны родных и близких, то тут, наверное, есть несколько рекомендаций, значит, как поступать и как действовать. Во-первых, нужно понять, что все-таки христианство — это про любовь. Это все-таки твое изменение на мир. Вот очень часто люди считают, что христианство меняет сам мир и пытается изменить сам мир и пространство вокруг себя. Но это ошибочное суждение. Христианин — это человек, который меняется сам. У нас есть известные слова Серафима Саровского «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Поэтому, если христианин в этом плане видит противление со стороны его родных и близких, это только говорит о том, что он действует правильно. Потому что путь к Христу, он всегда путь через Голгофу. И мы не можем ее обойти стороной. Это всегда крест, это всегда поношение. И в этом плане евангельская история Христа является для нас прямым указанием, как это будет. В принципе, Христос черным по белому об этом сам говорит, что «меня гнали, и вас будут гнать». Поэтому здесь не надо иметь каких-то иллюзий о том, что тебя все примут, с тобой все согласятся, все сразу вокруг тебя изменятся и так далее. Нет, это не так. Но вот как себя вести? Тут есть разные варианты. В одном случае в споре рождается истина. И если это конструктивный спор, если там есть уважение взглядов, если есть вопросы, ответы, фактаж, а не огульное обвинение и так далее, это здорово. Это позволяет выстроить свою позицию, это позволяет донести до другого человека какие-то тезисы и взгляды. И самое главное, это позволяет показать, что ты не являешься человеком, который вот сломя голову, куда-то там, значит, пошел. Ты четко понимаешь, что и как. Второй момент, нужно задаться вопросом, а вот этот ближний, друг, родственник, если он неуважительно относится к моим взглядам, является ли он моим ближним? Потому что все-таки отношения строятся на взаимоуважении. Невозможно играть в одни ворота. Это очень трудно и сложно. Поэтому со своей стороны ты можешь продолжить уважительно относиться к этому человеку. И это будет тебе только честь и хвала. Но если этот человек все время только огульно хает и не воспринимает твоих доводов, и не хочет услышать твою позицию, не уважает твои взгляды, то, может быть, стоит подумать о том, что и не надо ему об этом рассказывать и показывать. Это может становиться для него, вот есть, знаешь, такое сегодня современное выражение «токсичные отношения». То есть, может быть, не стоит идти на эту зараженную территорию, а потом удивляться, что ты сам весь изляпался. Иногда стоит уважать их тоже мнение. Даже если оно жесткое, оно иногда неправильное, значит, и в этом плане сказать, слушай, друг, замечательно, я уважаю твою позицию, но, пожалуйста, если ты меня хоть чуть-чуть любишь, то давай ты будешь уважать и мою позицию. А иначе, еще раз говорю, это игра в одны ворота. Нельзя так делать. — Отец Максим, а как поступать, например, женщине, если ее муж против того, чтобы она ходила в храм или дома молилась, или иконы какие-то хранила дома? Мы знаем, что в Новом Завете есть указание, что глава жене муж. Здесь как бы возникает такое мнимое противоречие, что если глава муж, а муж запрещает ходить в церковь, молиться, значит, жене нужно всячески этого избегать и слушать своего мужа? Или все-таки, как вы говорили о том, тайно исповедовать Бога, молясь за мужа, надеясь, что он придет к вере. Как женщины вести себя в такие ситуации? Потому что у нас все-таки большинство прихожан, женщин, ну, может быть, не во всех храмах, но в основном все-таки женщины, они с сердцем своим более расположены к вере, к Богу. Ну, так вот у нас на сегодняшний момент сложилось. И мужи, они совсем с пониманием относятся вот к вере своих жен. Как им вести себя? Я понял из ваших прошлых слов, что важно сохранить семью. То есть здесь ни в коем случае не может и речь идти о том, чтобы как-то там оставить, бросить мужа, сломать, поломать жизнь этой семьи, оставить детей и мужа. Но, может быть, есть какие-то советы о том, ну, как все-таки вот непосредственно жене-то себя в такой ситуации вести, когда душа-то рвется в храм, душа рвется молиться Богу за своих детей, за своего мужа, и хочется все-таки молиться у себя дома. Все-таки ты находишься у себя дома, но как же ты не будешь там молиться? Как вот ей вести себя в такой ситуации? Я недавно ходил по своим бабушкам. Те, которые уже в силу возраста и болезней, сами не могут ходить в храм. Вот каждый большой пост я к ним прихожу и дома их исповедую и причащаю. И вот одна из бабушек мне сказала, что батюшка, телом моим я нахожусь здесь, в квартире, а сердцем и душой я нахожусь в храме, на службе и богослужении. Поэтому иногда нужно находиться на службе именно сердцем, а не телом. И в этом плане Бог, видя рвение человека духовное, воздаст человеку больше, нежели тому, кто переступает порог храма. Поэтому, да, еще раз повторюсь, все-таки церковь не допускает за там прям исключением развала семьи. То есть мы всегда за то, чтобы семья оставалась семьей. И в этом плане до послушания мужу важно и необходимо. Если только нету уже совсем угрозе жизни и здоровью непосредственно супруги, детям, когда идет уже откровенное насилие, значит, то есть тут дело даже не только в рукоприкладстве, и может быть не столько, сколько в психологическом насилии. Вот. Это недопустимо тоже. И в этом плане церковь всегда будет стоять за такую женщину, за такую мать, за таких детей. И тогда эти отношения абсолютно токсичны. И никакой пользы они не принесут этой семье. Поэтому, да, здесь возможны варианты, но это надо обсуждать со священником, а может даже и куда-то выше идти. То есть это всегда очень такая тонкая ситуация, поэтому здесь надо подумать и посмотреть. Отец Максим, ну раз вот мы уже заговорили про исповедание веры, последний вопрос, который бы хотелось бы с вами разобрать, как человеку, христианину, вести себя в общественных местах. В том плане, что, например, едет человек в автобусе, проезжает мимо храма, надо перекреститься. Тут он задумывается, ага, на меня все смотрят, нужно мне креститься или нет, привлекать к себе внимание или нет. Или, например, человек пошел куда-то перекусить, фастфуд, например, где-нибудь в торговом центре сел, как ему, встать, помолиться перед тем, как сесть за стол или перекрестить пищу, но там как бы на тебя все будут, значит, посмотреть, скажут, ну какой-то странный человек. То есть как христианину вести себя вот среди простого народа, когда он находится где-то вот в общественном месте, что это? Это будет, значит, какое-то лицемерие или ханженство, выставление себя на показ, или все-таки это искреннее проявление собственной веры, порыва действительно воздать, слава Богу, где бы ты ни находился? Как вот нам себя вести в данных ситуациях? Если можно, коротко, да. А тут все зависит как раз от внутреннего сердца человека. У меня был интересный случай, когда моя супруга, уже находясь на восьмом или девятом месяце беременности, ехала в маршрутке, и там сидел один из протестантов, который расхваливал, что вот он был алкоголиком, наркоманом, что он весь такой молодец, он сейчас не пьет, не курит, что он там спортом занимается, и вообще приходите к нам в храм. Но только делал он это сидя, а моя супруга с уже большим животом, который невозможно не заметить, а вот остановок так пять, наверное, стояла и слушала его проповедь. Поэтому, наверное, не стоит поступать вот так, когда ты внешне показываешь себя христианином, ты молишься на каждый храм, ты, заходя в любое помещение или там садясь за стол, везде помолишься, перекрестишься и так далее. Это здорово, это классно, если ты исповедуешь свою веру. Но если при этом ты после этого материшься, значит, ведешь какой-то странный образ жизни, ты обманываешь своих коллег или где-то что-то воруешь и так далее, но может тогда стоит подумать, насколько твое внешнее исповедание веры соответствует твоему внутреннему состоянию. Лучше быть тайным христианином, и об этом никто не знает, что ты вообще православный христианин, но ты своими делами и своим сердцем служишь Богу и Церкви, нежели вот так вот на показ, но, соответственно, без должных дел. Спасибо большое, отец Максим, за приятный разговор, будем надеяться, что наших телезрителей будут добрые отношения со своими близкими, несмотря, может быть, на возникающие разногласия, в том числе, когда эти разногласия касаются веры, будем надеяться, что и молиться Богу, что все-таки любовь восторжествует в наших сердцах. Спасибо, отец Максим, что приняли участие в нашей программе, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся и увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Храни вас Субтитры создавал DimaTorzok